Потому что уже 2-го числа этого Сибикоста не будет. И даже вот вы подойдете в 12 днях, его уже не будет. Нет уже было 9-го лекарства, вот 5-й. 4-й рецепта вот мне, а они только дали, 3-й нет. Стоят диабетики, сердечники, астматики. Всех болезней и не перечислишь. Зато посчитать месяц, и сколько люди не получают жизненно важные лекарства, очень легко. С января месяца вот я рецепт, а сейчас апрель я не могу получить. Народное возмущение достигло предела, поэтому пациенты обратились к нам в редакцию. А мы, в свою очередь, за разъяснениями к руководству 1-й городской поликлиники. В среднем на одного пациента получается 2903 рубля. Хотя по программе, государственной программе получается, выделено 679 рублей 0,5 копеек. Это до 1 апреля 2015 года. То есть меньше фактически в 3-4 раза. Да, и поэтому такая ситуация произошла. Огромные очереди и нехватку лекарств в Министерстве здравоохранения объяснили отсутствием аптечных пунктов в отдаленных микрорайонах и прекращением поставки от заводов производителей. Часть препаратов, которые имеют дефектуру на сегодняшний день, это бердувал, серитит, о чем на сегодняшний день, к сожалению, заводы-изготовители производители не поставили. Поэтому есть дефектура. Но на сегодняшний день они не производят. Также не производится метаджект. Его нет в Российской Федерации. Все эти препараты в будущем заменят отечественными аналогами. Те же лекарства, которые не смогли получить в первой поликлинике сегодня, через 10 дней будут на руках у больных. Причем в том количестве ампул или таблеток, которые ждали по несколько месяцев, заверили в Минздраве. Ольга Вайлошникова, Сергей Костенко, Алдар Дармаев. Новости дня.